добрый вечер я здесь немножко решила поболеть к видам и забыла за свои любимые 10 дней а к ним вообще не подходила так как все 10 дней у меня была температура и не было возможности даже ними полюбоваться полить их не поливала засушила хочу показать что с ними произошло без моего участия корневая смотрим каждую орхидейку просмотрим корешочки арты орхидейки хорошие пересохшие правда уже пора их полить зато она выпустила смотрите какой цветоносик жирненький листики какие красивые глянцевые а этот загнулся аж выпадает из горшочка и бы пересадить сколько корней и подсохшие серебристые поливать наверное буду завтра может еще больше сил появится дальше следующий орхидейка смотрим какая корни как жучки в разные стороны расползлись как могла так росла цветонос выпустила это всего из-за того что про сушка пошла ведь а тут ее еще кто-то бедненькую искусал то ли трипсы то ли клещ я не знаю паутинки не вижу мы искусали ее конкретно этот листик не поврежден крепкий хороший вот один лист только поврежден ты желтая пахучий орхидейка это парфюмерная фабрика сильно пахнет видите какой напустила хорошенький цветоносик корешки в горшочке тоже хорошие отменные ничего с ней не было за 10 дней не сильно пострадала следующий орхидей а это немножко осталось влага видите двойной горшочек в керамзите он корни есть смотрите сколько цветоносиков один в эту сторону этот продолжает рост вот этот а ну-ка здесь что-то нового корешочки растут хорошо она себя чувствует замечательно этой орхидейки я уже не буду вынимать ее это мукола скоро даже цвестина набирают бутончики это мелко орхидейка переходим к следующей смотрите как это пошла в разные стороны корни к ним никто не подходил не поливал ни грамму внизу воды нет бедняжечки остались без присмотра это какая это каода каода пустить какой листочек красивый нарастила вот этот вот этот молоденький такой глянцевый красивый переливающийся переливающийся и цветоносик и набираются уже почечки очень хорошо на себя чувствует сейчас покажу корневую корневая тоже неплохая что тут интересного у нее по моему она вся интересная как зацветет она вообще интересная будет это реанимашечка что с ней произошло она даже не погибла умничка смотрите новые листочки начали расти вот этот новый вот этот и вот этот это который ремонт реанимашка была с одного листик у меня есть видео на канале вот эти корешочки но только начала пускать сначала листья растит а зачем пускает корешочки здесь нет еще корней нее все хорошо видео ней у меня есть как с одного листика она наращивает свои силы и дальше и вот орхидейка ты желтая ведь все сухое аж хрустит цветоносы пошли в рост значит вывод моим орхидеям нужно было резкая пересушка не болезнь хозяйки это никому не нужно резкая пересушка вот эти в комбинированном горшочке тоже посмотрите цветой листочек глянцевый красивый вот этот молодой листочек и здесь тоже ну вот эти кто-то поел я их не обрезаю не знаю кто поел то ли трипсы то ли клещики никаких насекомых не видно и сказать точно не могу эти я посадила просто это была слабенькая накрыла пластиковым стаканчиком и она пришла в себя вот тургор подняла немного но не поливала я я хотела ее залить так чтобы здесь вода была внизу но не успела еще все впереди все сделаем вот теперь покажу свой дендробиум сейчас я его сниму вот и сняла дендробиум пониже хочу вам показать вот он пустил цветоносик это наверное беленький будет у меня здесь два сорта в одном горшочке видите как он разросся хорошо а цветонос он пустил не со старой бульбы основой тогда вывод второй раз бульбочки наверное не цветут вот видите отцвела и ничего не пускает эти засохшие конечно уберутся вот это уберется не следила я за ним ничего все изменим но влага у него есть я скажу вот я палец до глубоко вставила влага есть мог придерживает влагу ну хорошо себя чувствует раз зацвели эти растения значит они все прекрасно себя чувствует жаловаться не нужно посадила их на такую стоечку конечно стоечка для фиалок так как вот это расстояние коротковатая немножко орхидеи выпускает длиннее цветонос верхний ряд хорошая талиадорка она растет на бок листья у нее огромные и падают на бок эти все вверх растут дроби он посажен у меня в горшок два растения уже говорила вам корешочки хорошенькие показывает себе хорошо он себя чувствует здесь в этом горшочке то есть я его немножко заглубила и присыпала корой для орхидеи ничего не мудрила ничего просто с тех стаканчиков вынула с государственных присыпала корой для орхидеи обработала октары и все и растет это растение но неприхотливая правда вот какая-то черная точечка мне не нравится что-то такое появилось ладно будем следить это на старой бульбе на новой надо следить четко чтоб цветоносик был чтоб все было конкретно он очень красиво цветет он выпускает такие стрелы большие и на них много-много как колокольчики такие мне так нравится и получается с одной стороны голубой а с другой стороны белый очень красиво смотрится еще в большом горшке я его поливаю просто сверху никаких там не боюсь не попасть никуда ничего не залить просто вот сюда на мох поливаю сверху и внизу остается все время вода 1 числа я должна их поливать была хотела попробовать с удобрением но так как болезнь меня по положила сказала лежать 10 дней температурить все отменилось и орхидеи решили сами по себе без никаких удобрений для никаких добавок выпустить цветоносы порадовать меня ряд хватит болеть обрати внимание на насколько ты можешь не смотреть на нас и пришло время на них посмотреть это моя еще ренемашечка ее просто вынула из горшка корни были сухие ведь она отсушила листочек но она нарастила вот новый огромный листочек большой лопушечка это не помню как называется где-то подписывала 1 зацветут потом все покажу вот такие новости на сегодня вот этот цветочек будет очень красивый вот он мне кажется что мучнистый червец сядет ну-ка увеличил надо чем-то поковырять нет это не мучнистый червец это еще один цветоносик она пускает еще вот этот вот видите новенький молодой бульбочка вот это бульба будет пускать в общем цветоносов должно быть много но это крепкая боль по она может несколько пустить будем ждать цветения а чармер продолжает цвести как вроде бы ничего вообще не было поливаю или не поливаю он все на наращивает бутоны цветет это новый цветонос он выпустил старый засушил корни у него хорошие посадила его в закрытую систему и немного просто добавляю воды а это розовая орхидейка просто стоит на месте ничего не хочет расти а здесь мне еще один эксперимент я хочу показать все таки подробно как с одного листика можно вырастить целую орхидейку смотрите листик должен быть завернуты не просто листик а вот такие как со стволиком небольшим и тогда на конце нарастают корешочки а этот раз я хочу их наращивать перлите перлите я выращивала орхидейки у меня получалось но не с одного листика а я хочу попробовать с одного вот этот листочек плотный все листики отпали пропали я буду подробно снимать видео я просто ставлю перлит и оставляю в таком состоянии орхидейку полочки на окно и не ставлю перлит можно и старый взять можно свежий взять какой у вас есть это роли не играет садим сухой перлит затем заливаем водичкой столько чтобы он поднялся и наверх влага поднялась а это орхидеечка я купила хотела пересадить не было возможности у меня то горшочка не было то еще что-то не было она уже бедненькая цвела уже ждет своего времени но никак и не успевать теперь я просто заболела черная вот видите на шейке но она держится умничка но все равно когда-то чуть-чуть еще отойду пересажу покажу вам как я буду ее спасать спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале ставьте лайки до свидания извините что говорю тихо я еще болею немножко тяжело говорить всем всего хорошего